привет всем сегодня будем мариновать рыбку мы засаливать чтобы ее закоптить нам надо ее посолить простой рецепт ничего сложного нету соль нужна до перец черный сейчас перчим посолим и оставим до утра а завтра начнем коптить у меня коптилочка есть специальная все покажу ничего сложного нету сейчас я брюшками вперед еще сделаю чтобы можно было туда просолить получше взял окуня морского ребята окунь вообще шикарно подходит для копчения очень мало костей в нем только один хребет в принципе практически поперчили еще со всех сторон изнутри тоже посолить вот и все теперь накрываем это все дело и оставляем до утра сейчас мы с вами одну фишечку сделаем стакан набрал почти половину воды взял ольховые это ольховые щепа добавляем водичку замачиваем до завтрашнего дня и все оставляем это я сейчас накрою меня здесь беседки прохладно до завтра будете нормально ребята если у вас это все дело оставить оставлять надо в холодильнике наступило утро я слил с наши щепы водичку окунек наш окушок в итоге уже просолился теперь нам надо с вами сделать конвертик вообще копченые вещи они считаются как бы очень вредная пища ребята аккуратней будьте ну а очень вкусный конечно нам надо вы высыпать щепу все со стаканчика на фольгу и сделать конверт ребята это для того чтобы во-первых она будет тлеть сейчас я распределенных по дну будет тлеть и во-первых пачкать наша нашу коптилку и во-вторых если мало ли так вот жир попадет чтобы меньше горит было потому что жир это очень опасная вещь особенно с рыбы но и с рыбы с мяса когда горит берем нашу коптильню открываем достаем все наши стеллажи поддончик на самое дно кладем наш конвертик конвертик получается здесь вот дырка в итоге все равно будет выходить наш дым снизу положили поставили поддончик ребят я еще делаю страхуюсь в том плане то что на поддончик что жир будет сливать еще фольгу во первых и грязи имеет меньше будет и в итоге мыть будет легче подвину чтобы вам виднее было сделаю мини поддончик из фольги уже и попробуем сделать так чтобы жир оставался и вниз который не попадал вот с бортиками если видно все но да все виду камеру сделал все с бортиками если сюда попадет рыбий жир в итоге ему мало шансов будет пробраться самое дно теперь мы ставим наш лоточек поправляем что у нас здесь загнулась кладем рыбку ставим второй лоточек у меня не поместится и еще одну рыбку накрываем и дальше я включусь покажу что будем делать дальше прежде чем использовать коптильню нам надо закрыть гидрозамок водичкой вот специально коптильнями сейчас нальем воды туда чтобы было все герметично чтобы все наши вот эти вот пары газа не выходили еще чуть-чуть подолью будем сегодня коптить на газу во первых ребят равномерно будет не то что на костре на углях там блин жар сильно очень то что можно сжечь нашу продукцию здесь она будет совсем все по-другому вот эта дырочка специальная подшланка если дома кто-то коптит фигак он вытяжку и все чтобы запаха не было это для этого делать нам это конечно не грозит я на летней кухне мы сейчас он ее фольгой просто заткнем сделаем герметичность все заткнули теперь поджигаем газ ставим на газ нашу коптильню и забываем где-то на час до на час забываем потому что у нас в принципе три рыбки вот ставим огонь на самый сильный встретимся через час в итоге предупреждаю в течение часа пока наша рыба коптится там не важно что там мясо не важно на костре это на газу вы коптите ни в коем случае крышку не открывайте доступ воздуха туда не давайте опилки наши вот это щипа что там лежит подвержена к возгоранию даже если жир попал вот этот или сало там масло вот на дно она может воспламениться и всю продукцию вы испортите ни в коем случае не открывайте выключила плиту только что вот подбулькивает чуть-чуть если видно гидрозамок вот ждем пока остынет и потом я включусь покажу прошло часа полтора теперь можно взглянуть что у нас там происходит ух какая красота если бы вы знали как это сейчас запах такой обалденный кому ребят была полезна информация о копчении ставьте лайки кому нет дизлайки подписывайтесь на канал всем удачи пока